Всем здарова! Вы находитесь на канале Рубака ФМ и это Горячая Индюшка, рубрика в которой я рассказываю вам о новых и интересных инди играх, которые появляются на просторах стима. Я уже выпустил один ролик данной рубрики у себя на канале, его вы можете увидеть, если перейдете по подсказке в правом верхнем углу вашего телефона. Сегодня я подготовил для вас один очень интересный проект, Spell Rogue, который вышел в стиме 12 февраля в ранний доступ и стоит он около 800 рублей. Игра разработана датской компанией Guideline, мне стало интересно посмотреть какие еще игры разработала эта компания, но в первых пяти страницах гугла говорится только об одной единственной Spell Rogue. Скафт и Торнгёрн Нильсон. Насчет правильности произношения имен я не уверен, так что сорян, не сильно знаком с датским языком и именами. Так вот, Скафт и Нильсон, художник и разработчик соответственно, и по совместительству соучредители. Мне кажется это важно отметить, когда мы перейдем к обсуждению самой игры. А перейдем мы к ней прямо сейчас. Spell Rogue это пошаговый рогалик, в котором игроку предстоит собирать магические колоды для борьбы с темными существами. Под управлением игрока оказывается один из трех героев, который обладает определенным набором начальных навыков, которые в дальнейшем можно улучшать и расширять полкарт, которые могут находиться у вас в руке. Выбор того, какую способность использовать во время боя полностью зависит от кубов маны, которые выбрасывает игрок и от тактики, которую он выберет. Это если вкратце, а если подробнее, то вот вам мой опыт игры. Игра начинается с выбора персонажа и на старте нам разрешают поиграть за одного героя, Ляписа. Ляпис не трубецкой, хотя вполне могу представить, что разрабы являются поклонниками данной группы. Ляпис специализируется на управлении маной и ледяной стихией. Основная способность это возможность перебросить куб, которая может либо бустануть, либо заруинить вам катку. И здесь впору молиться богам рандома. Сразу скажу, что во время игры за Ляписа меня не покидало ощущение, что герой слабоват, хотя возможно мне так связло со сплами или я его просто не прочувствовал. После выбора героя мы попадаем на локацию. Выглядит она как карта, на которой обозначены важные точки и пути, по которым можно пойти. Важных точек не так много. Бой с врагом, после победы которых вам дают золотые тугрики, которые можно потратить в магазине и спелл на выбор. Иногда попадают бутыльки с разными жижами. Бой с элитным врагом. Чаще всего это большая тварь, которая постоянно призывает приспешников. Магазин. Здесь просто тратим тугрики на покупку спелов, артефактов и бутылей. Цветилище, где можно восполнить хп или увеличить его максимальное значение. Но за это нужно отдать одну карту способности. Ну и конечно босс локации. Боссы сильные и первый раз я отлетел именно от первого босса, играя за Ляписа. Дважды сдохнув, играя за него, у меня открылся второй герой, Хейзл. Маг земли, из-за которого я прочувствовал весь кайф от игры. Первый трай за здоровяка я завалил еще на первой локации, отлетев от элитного врага. Но второй... Во второй раз бог рандома сжалился надо мной и сложилось так, что я собрал просто имба билд. Мне выпали два спыла, которыми я уничтожал и унижал всех. От самых маленьких миньонов до финального на сегодняшний день босса. Чтобы вы понимали, сейчас на ваших экранах бой со вторым боссом Гидрой. Во время боя с ним я настакал 150 щитов, которые даже близко не пробивались. Про бутылье забыл и вспомнил только тогда, когда мне падали новые. Одевать их уже было некуда. Конечно, мне сильно повезло с картами, артефактами. Но стоит отметить, что к этому моменту я вник в происходящее и стал более-менее разбираться, что к чему и что с чем стакать. А третьего героя я еще не открыл, но по скринам и гейплейным роликам становится понятно, что это маг огня. И вот я сделал около 6 заездов, поиграл около 3 часов, вот что могу вам сказать. Я в восторге, наверняка команда разработки больше чем 2 человека, потому что спелл роуг играется идеально. Без багов, каких-то ошибок, недочетов, механики отшлифованы, математика работает, баланс щадящий, от нее наслаждение. Нельзя не отметить и визуальную часть, локации, герои и враги. Все сделано гармонично, в одном стиле, анимации плавные и все сделано ровно настолько, чтобы глазу было приятно и ничего не отвлекало от игры. Единственное, чего мне не хватило, так это нарратива. Что это за мир, что в нем происходит. Про это нам никто ничего не рассказывает. А хотелось бы узнать больше, ведь игра действительно интересная. Интересная механикой в первую очередь, но не историей. Но эти мысли сразу уходят, когда вспоминаешь, что игра находится в раннем доступе и наверняка в момент релиза мы получим гораздо больше, чем 3 локации. Возможно, даже добавят новых героев. Одно могу сказать точно. Я рад, что эта игра попалась мне сейчас, пока ценник на нее невысокий, ведь наверняка с релизом ее стоимость поднимется. Поэтому точно буду следить за ее развитием и желаю студии GuideLite успехов с релизом и больших крутых проектов. На сегодня у меня почти все. Хочу только сказать, что как и маленьким инди студиям нужна поддержка игроков, так и мне нужна ваша поддержка. Поэтому ставьте лайки и дизлайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии, как вам рубрика, как вам игра, да и вообще пишите, что считаете нужным. Также подписывайтесь на сообщество ВК, ссылка внизу в описании под видео. Там же оставлю ссылку на игру. Горячих и вкусных вам игр. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!